1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Какие мероприятия запланированы в мире и у нас в муниципалитете? Темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году объявлено «Сообщество добивается перемен». То есть помимо государственных программ финансирования, помимо участия в этом государстве, сообщества, организации должны активно присоединиться к работе с ВИЧ-инфицированными, к помощи ВИЧ-инфицированным. И в нашем районе планируются встречи с школьниками, где им будут рассказывать о профилактике борьбы с ВИЧ-инфекцией, о профилактике, как себя правильно вести, чтобы они не столкнулись с этой проблемой. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о программе 90-90-90. Программа 90-90-90 начала свою деятельность с 2017 года и планируется ее завершить в 2020 году. Эту программу разработала ЮНЕЙТС, это организация ООН по ВИЧ-спиду, представители которой находятся в 70 странах мира. Что она предполагает? Это 90% людей, у которых есть ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе, 90% людей, которые знают о своем ВИЧ-статусе, должны получать антиретровирусную терапию. И 90% людей, получающих эту терапию, у них должно быть снижение наступления вирусной супрессии. То есть результаты анализов, развитие ВИЧ-инфекции должно быть остановлено в их организме. Как обстоят дела с этим заболеванием в нашем муниципалитете? На сегодняшний день выявлено с положительным иммуноблотом 894 человека. Из них детей с положительным ВИЧ-статусом и с диагнозом ВИЧ-инфекции 11, которые тоже постоянно принимают антиретровирусную терапию. Взяты на учет 681 человек из этих людей в Ленинском районе. И из них получают антиретровирусную терапию 526 человек. Как сейчас диагностируется и лечится СПИД? И, собственно, как живут ВИЧ-инфекции равные люди сейчас? Назначается антиретровирусная терапия сейчас не только по показаниям, то есть по наличию сопутствующих заболеваний оппортунистических или по плохим результатам анализов. То есть эта антиретровирусная терапия рекомендуется назначаться и назначается сейчас с самого начала установления диагноза. Потому что она позволяет не только снизить смертность в результате заражения, но и является весьма эффективным профилактическим средством для лечения ВИЧ-инфекции. То есть концентрация вируса в организме сокращается настолько при приеме препаратов, что передача другому человеку становится маловероятной. Человек должен принимать эти препараты пожизненно, потому что ВИЧ-инфекция сейчас вообще расценится как хроническое инфекционное заболевание. И, получая эти препараты, он ведет практически неотличимую от здоровых людей полноценную жизнь.